Доброе утро всем участникам конференции. Поздравляю из Жешева. Я подключил свою презентацию. Вы сами будете листать. Если что, говорите, будем помогать, будем листать. Как все хорошо, как видно, так начинаем. Тема моего выступления – это плюсы и минусы дистанционного обучения в глазах студентов и преподавателей. Социальные, культурные и дидактические проблемы. У меня в исследовании приняли участие 60 студентов и 60 преподавателей из Решевского университета. Я думаю, что немного из этих исследований будет самое важное и главное в то время, как мы работаем из дома. Как происходит отключение воспитания. Какие возможности и угроза для образования связаны с его цифровизацией? Как цифровизация определяет социальную функцию образования? Как цифровизация определяет культурную функцию образования? Как цифровизация определяет дидактическую функцию образования? Но первый вопрос, ответы респондентов о возможности поддержания социальных контактов в дистанционном обучении, это следующее. 41% студентов, участников курса ответили положительно, но мы видим, что никто из преподавателей не обсуждал этой возможности. 59% участников курса и 100% преподавателей ответили отрицательно, что невозможно определять социальных контактов. По-дальшему, форма связи, участник-участник, как ответили, личные встречи указали 27%, но синхронные интернет-контакты 23%, контакты через мессенджеры, это самое главное для молодых людей, но теперь не только для молодых людей, это 25%, 10% электронная почта, телефон, смс 15%. Посмотрим, как видно было формы связи учител-участник. Личные встречи, 11% и синхронные интернет-контакты по 11% удалось учителям, но электронная почта 45%, телефон, смс, контакты 11%. Но мы можем увидеть, что не позволило учителям указать контакты через мессенджеры. Учители не обсуждали, что эти контакты возможно укреплять в той форме связи. По-дальшему интересно во втором вопросе, как цифровизация определяет культурную функцию образования. Это обогащение языка во время дистанционного обучения. Мы посмотрим на диаграмму и увидим, что учителя в 60% говорят, что нет такого обогащения языка. Но только 40%. А 50% или более чем половина, 54% участников курса указали, что возможно обогащение языка. Подальше цифровизация определяет культурную функцию образования. Это качество лингвистических сообщений. Простите, что не видно, как голубой цвет студенты, участники курса на мне не подарилось включить этого слова. Как видим на диаграмме, очень низкое качество. Тут указали участники курса только 4 низкие, 6, но никто из учителей не указал этой возможности. Но самые главные подарки, это мы можем увидеть, как среднее качество лингвистического сообщения. Это 60 или 63% учителей и участников курса. По дальнейшему высоко, очень высоко вы уже видели, это 20, 20 или 23%. Но очень высоко учители, чем участники курса указали, это 20, а то, что у участников 4%. На подальше третий вопрос, это как цифровизация определяет дидактическую функцию образования. Тут можно увидеть в этой расположении, что тип курса, дистанционный курс обучения или традиционный курс, как раздельный курс, как в разделении женщины и мужчины, участники, мы увидим, что мужчины указали по половине возможности. Такого курса, предпочитаем по половине, но женщины, женщины, традиционный курс, лучший, чем дистанционный обучение. На лекторы подарили, что 40% это дистанционный курс и 60%. Я думаю, что это так параллельно, как разрешение в курсах, мы допускаем 40% в каждом курсе, чтобы дистанционный курс максимально мог существовать. Так, лекторы указали, что 40% дистанционный курс, как по юридическому разрешению, как конструируем курсы, так мы допускаем 40% максимально дистанционное обучение. По-дальшему, как цифровизация определяет дидактическую функцию, еще один интересный вопрос, интересное ударение, что для кого дистанционное обучение лучшее. Как я посмотрел на разрешение этого вопроса, как не указали нам учителя, что заочникам или очным ученикам дистанционное обучение хорошее или лучшее, чем традиционное, мы видим, что оно хорошее для отключенных или работающих людей, у которых нет времени ездить в школу. Это интересная диаграмма, что мы думали, что для заочников, так учителя или участники курсов будут отключать ответы, что им получше обучение дистанционное. В резюме, на основе проведенных исследований и детального анализа можно сделать следующие выводы. Для преподавателей интернет является источником информации. Для участников курса интернет используют для коммуникации и развлечения. В последнее выступление я слышал, что нам нужно подключаться как в личном контакте, это самая главная в образовании, нет образования без личных контактов. Ну, я еще хотела прочитать дальше. Я еще хотела прочитать 3-4 главные выводы. Все респонденты поддержали в той или инной форме контакт, как с другими учащимися в этой системе, как и с лектором. Чаще всего это был личный контакт или контакт по электронной почте. Значительная часть студентов также упомянула обмен мнаговенным сообщением. Участием ся дистанционного обучения часто выражают потребность в контакте с учителем, подавляющие большинство, которые составляют женщины. С другой стороны, академические лекторы редко или никогда. Дистанционное обучение может мешать спонтанному поведению, между личностям, контактам и правильному чтению эмоций, когда оно является доминорусой или преобладающей формой обучения. Дистанционное обучение оказывает существенное влияние на участие в культурной жизни. Так, уже я хотел благодарить вас за внимание. Думаю, что в будущем нам будет возможно уже приехать в контактную конференцию, и мы будем вместе говорить, смотреть на себя, и этот приказ будет хороший. Спасибо за внимание. Поздравляю всех участников конференции. Простите меня за мой русский язык. Я один год не говорил так долго по русски. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...